С какими проблемами сегодня сталкивается русскоговорящая молодежь, проживающая в Литве, Эстонии и Латвии? Этот вопрос стал одним из центральных во время дискуссии за круглым столом, которая прошла в минувшую пятницу в обществе AirFolk в рамках европейского проекта Baltic Partnership Academy. Участники дискуссии оказались едины во мнении. Незнание в совершенстве государственного языка является серьезной преградой как для молодых людей, так и для взрослых в реализации своей профессиональной деятельности. Также участники проекта отметили, что государственная политика в этом вопросе должна быть более либеральным. Я до сих пор пребываю в шоке, что в Литве все госэкзамены только на литовском языке. Сравнивая Эстонию и Литву, то, что мы можем заводить экзамен на родном языке, я бы предводила пример математики, мы можем получить задание на русском языке. Казалось, что в Эстонии вот у нас так плохо, так плохо, с этими проблемами, оказывается, нет, у нас много возможностей, и нам как-то помогает государство, помогает школа, чтобы это все было проще. Несмотря на то, что молодые люди не совсем согласны с реализуемой языковой политикой, они убеждены, если хочешь чего-то добиться в своей стране, государственный язык знать необходимо. Моя позиция в том, что государственный язык учить нужно, вне зависимости от того, хочешь или не хочешь. Если ты хочешь получать работу, получать деньги за это, то, к сожалению, к счастью, нужно учить язык. Пождиться русскоязычной молодежью в моем регионе, в моем городе, наверное, более-менее такая же. Все зависит от желания человека. Если ты хочешь знать, если ты хочешь жить в этой стране, если ты хочешь работать, если ты хочешь быть востребованным специалистом, ты можешь взять себя в руки, пойти на любые курсы, неважно платные, не бесплатные, ты можешь повысить знание языка. Государственный язык нужно знать, как бы там ни было, куда бы ты ни пошел, ты должен им владеть. Мне кажется, что это нельзя сказать, что это проблема балтийских стран в любом государстве, где бы ты ни находился, ты должен знать государственный язык просто потому, что ты живешь в этой стране. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что основные нации русскоязычного населения живут в совершенно разных измерениях. И нам очень хотелось действительно поговорить об этом с молодежью, узнать их мнение об этом, но все-таки в конце сфокусироваться на положительных сторонах, которые дают нам много язычек. Однако языковая проблема является не единственной, с которой сталкиваются молодые люди с прибалтийских стран. Участница проекта Арина Чеканина рассказала о том, что молодежь, проживающая в русскоязычных городах Эстонии, например, в таком, как Нарва, сегодня испытывает определенные трудности при выборе своей будущей профессии. По сравнению с людьми, живущими в эстонских городах и ребятами, живущими в русских городах, им легче найти свой жизненный путь. Русские города изолированы немножко от остального движения в государстве. Меньше каких-то мероприятий по трудоустройству, по карьерному обучению. Есть, конечно, но они же все на русском. То есть нужно проводить на русском для русскоязычной молодежи. Поэтому ребята не видят дальнейшего своего пути. Поэтому очень часто остаются на год, где-то просто гуляют, так сказать, не учатся. Но можно ли в этой ситуации сетовать только на государственную политику и ждать положительных изменений в этих вопросах, ничего не делая самим? Конечно, нельзя. Поэтому многие наши сверстники, получив аттестат об окончании школы или гимназии, поступают в вузы других европейских стран. На родину, как правило, они уже не возвращаются, говорят участники проекта, приводя в пример данные статистики. Так, за последние годы из Эстонии эмигрировало около 35 тысяч девушек и юношей. Одной из причин их отъезда также является невостребованность на рынке труда молодых специалистов, у которых нет опыта работы. Например, сегодня около 240 тысяч вакансий предлагает рынок труда Литвы. Однако работодатели заинтересованы только в высококвалифицированных кадрах, каковыми выпускники вузов, только что получившие диплом, не являются. В завершении дискуссии молодые люди отмечали, что участие в этом проекте позволило им понять, что из любой проблемы есть выход. Главное – захотеть его найти. Мы узнали, как решать проблемы, что нужно делать, куда нужно обращаться, что не нужно сидеть на месте, нужно все-таки двигаться, что-то делать. В свою очередь, председатель общества «Эрфольк» Ольга Еса отметила, что этот проект, несомненно, послужит толчком для дальнейшего участия молодых людей в общественной и политической жизни своих стран. Продолжение следует...